а здрасте друзья всем привет улей у нас продолжается золотой колос 29 серии уже мы потихонечку помаленечку приближаемся скажем так концу и сегодня друзья у нас задача набрать контрактов устроить посевную и прочее у нас идет дождик да именно тот дождик который обещал нам быть в прошлой серии а еще что-то в прошлой серии смотря на то что она вышла прям в субботу тени гавкой федя плохая собака так вот несмотря на то что в прошлой серии вышла в субботу вроде как такой youtube на день было очень мало просмотров и это плохо ну ладно давайте народ лайкусик влепим а круто же будет ладно что-то я это самое не о том начал говорить погнали в общем то знаете куда погнали на биржу контрактов я надеюсь что она в этот день уже будет работать потому что но понятно приходите 8 утра время мы сейчас матнем это не проблема вот 8 утра классно все и работает нету теперь никакой проблемы с тем что мы не можем взять контракт соответственно что мы берем по контрактам пока что выбираем чисто контракты морить сколько контрактов на баклажаны и я их все хочу оптовая база санаторий заря это все понятно это все круто в общем-то на ж.д. это все надо будет возить или в порт это прям хорошо соответственно выкручиваем по максимуму цену и берем все эти контракты на баклажанчики потому что баклажанчики это теплички а теплички это все легко и просто правда на рассаду мы конечно потратимся мама не горюй это будет просто дикий кошмар да но еще не подел смотрите по 800 827 да это классно соответственно с этим у нас понятно далее клубничка клубничка это вообще классно я обожаю клубничку и контракты на клубничку и сама клубничка я тоже обожаю соответственно этот контракт мы тоже берем и идем смотреть далее есть у нас еще два контракта на огурцы и это тоже хорошо мы их тоже берем причем оба давай вот так вот 688 у нас будет евро а также а также где у нас еще огурцы вот они огурцы 282 тысячи литров надо по 603 куба моих тоже возьмем с этим у нас понятно далее смотрим еще что есть на томаты у нас нету есть контракт на share 152 куба вопрос сколько шерсти у нас есть он остается всегда открытым а шерсти у нас то 4 куба 106 есть еще там один поддон я случайно тыкнул загрузить на поддон поэтому там стоит поддон с шерстью еще это в общем-то мало я вам скажу недостаточно чтобы взять контракт этот прям недостаточно можно конечно смотать вниз до скольки мы можем вот до 100 4 до 106 кубов но вопрос какой будет за это ценник по сути дела можно было бы взять избавиться от этой шерсти но что за ценник по ходу он да вот он домотался только сейчас по 3 688 вместо 4 300 это нихрена себе как я не хочу за такую цену продавать шерсть мне кажется когда будет поставка она это будет дороже по поводу поставки нас кстати поставка мяса интересует и есть у нас поставка мяса по 2400 отвезем наше мясо которое у нас есть 2490 даже ее мы тоже принимаем принять то мясо которое у нас хранится в нашем холодильнике мы отвезем по этой поставки а также у нас есть еще кстати поля эти самые поля надо чем-то засеять и хороший вопрос чем есть вариант вот контракт подсолнечник есть контракт на рожь есть контракт на кукурузу корнеплоды вот прям вообще не хочу морковь свекла понятно так давайте значит смотреть у меня есть волшебная табличка где мы можем посмотреть сколько мы вырастим всего если за 7 например на тридцать седьмое поле рожь первого сорта у нас на выходе будет 204 куба у нас контракт на 328 кубов а если мы еще засеем наше шестое седьмое поле кстати тоже интересно у нас будет еще 130 кубов и соответственно этот контракт у нас будет выполнен по сути дела а кстати у нас еще рожь может храниться на складе поэтому давайте посмотрим сколько у нас есть ее на складе у нас и 73 куба на складе поэтому можно в принципе смело сеять рожь плюс нам понадобится 3 куба семян для того чтобы засеять шестое поле и четыре с половиной куба семян чтобы засеять тридцать седьмое поле и того три поддона кстати можно посмотреть еще есть ли у нас на складе семена ржи хорош же у нас нету значит надо покупать 4 поддона семян это в принципе то и не проблема по большому то счету это мы все сделаем ладно погнали тогда знаете куда погнали на садовый центр покупать семена где-то пикает монетка падла где ты мне подскажешь она наверху он там да вот она 63 осталось хотя моими толком ты не пользуемся но интересно же их собирать правильно короче говоря мы в торговом центре точнее в садовом центре наша задача купить семян удобрений и рассаду рассаду сейчас еще будем считать сколько нам надо для начала цены на поддоны семена нам нужно рожь первого сорта семь с половиной кубов семян соответственно четыре поддона 1 2 3 4 покупаем и вот они стоят а кстати нам же еще рис нужен ё-моё мы же еще рисовые чеки будем сеять что у нас там на складе по семенам рис это рис 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 есть три и четыре куба на один чек у нас по моему идет что-то около 800 литров но я точно не помню поэтому давайте купим еще один поддон семенами риса он не пропадет если что всегда можно будет потом это все дело продать это у нас есть также здесь у нас покупаются удобрения и удобрения нам кстати тоже нужны во первых нам нужны жидкие удобрения на тепличке а также нам нужны обычные удобрения есть пять кубов я думаю что два поддона имеет смысл купить почему бы и нет тоже лишним не будет все равно сейчас тратим кучу денег поэтому от этого никуда не денешься а также лезем мы в производство где у нас производство заводы вот тепличный комплекс у нас здесь и а у нас здесь жидкие удобрения есть их до хрена зато обогащенный грунт у нас закончился это дело тоже надо отвести поэтому обогащенный грунт 70 кубов 700 кубов до 700 кубов нам надо купить или потом не давайте сейчас сразу купим раз мы здесь это у нас есть и соответственно осталось еще рассады купить она тоже у нас поддонах чуть дальше продается сейчас мне уже понадобится калькулятор потому что будем считать тут не все так просто будем смотреть по контрактам и будем считать во-первых надо посмотреть сколько у нас по времени контракта 55 часов 62 48 вот это кстати не очень хорошо баклажаны придется следующий раз вывозить когда уборка будет 38 огурцы тоже придется следующий раз 46 огурцы да все понятно это ладно это я все прекрасно понял соответственно нам нужно вырастить давайте начнем с баклажанов я даже калькулятор включу калькулятор соответственно 264 куба плюс 382 и плюс 277 кубов 923 куба баклажанов нам надо вырастить лезем и смотрим сколько у нас всего есть где он вот тепличный комплекс у нас есть 102 куба баклажанов поэтому мы отсюда отнимаем 102 остается 821 это то что нам надо вырастить также мы лезем в справку справка это наше все тепличный комплекс вот вот что нас интересует урожайность баклажанов 76 и 5 76 и 5 и мы умножаем это все дело на 45 процентов но и плюс еще 76 и 5 до в общем-то 110 кубов у нас примерно с одной теплицы там плюс минус если учитывать что у нас 821 куб надо вырастить мы все это дело делим на 110 получается 70 половиной теплиц нихрена себе я вам скажу грустная информация в общем-то 8 поддонов с баклажанами нам надо покупать но может и не такая конечно грустная они по 22 тысячи клубника вообще капец какая дорогая боль ну ладно раз два три 4 5 6 купили мы 6 штука здесь 2 и здесь до 6 купили надо это все дело в сторону отодвигать предстоит сегодня много езды я не буду пароваться пытаться это все за один раз привести с меня хватит сделаем все красиво все по фэншую мы никуда не торопимся вот так вот все аккуратненько в сторонку поскладываем вот тякут и последний мы тоже сейчас сюда отнесем вот так вот у нас здесь стоит 6 поддонов надо еще два поэтому мы их покупаем 1 2 где они вон они их тоже сюда в сторонку откладываем да да отлично это у нас готова теперь смотрим по поводу огурцов огурчики огурчики 222 плюс 282 простите без калькулятора и сегодня не способен 504 получается понятно все а также тарататан завода до тепличный комплекс огурцы у нас есть 15 кубов это ни о чем но все равно мы будем их учитывать что они у нас есть 489 нам надо вырастить лезем опять-таки справку и смотрим что 58 с половиной кубов у нас получается с одной теплицы 58 с половиной и прибавляем к этому всему дерьмо еще 45 процентов 84 и 8 у нас получается с одной теплицы для того чтобы 400 сколько там 482 у нас получилось да черт я сбился со счета 282 плюс 222 минус 15 489 это понятно будем считать 490 чтобы не сбиться делим это все дело на 84 и 8 до получаем короче 6 теплиц грустно тоже много но ничего не поделать покупаем еще шесть поддонов с рассадой огурчиков и их тоже нужно отнести отставить в сторонку давайте с этой стороны не знаю почему мне так захотелось давайте-ка только вы не прыгайте пожалуйста поддона я вас очень прошу вот так вот пускай стоят к и вот у нас сегодня знаете ли бухгалтерская серия все считаем правильно когда посчитаешь все и она четко получается знаете ли эта карта задумана так чтобы ты считал поэтому мы и считаем да и осталось нам провернуть все это дело с клубничкой тоже самое у нас контракт на сколько на 133 куба соответственно у нас есть 41 куб то есть нам надо еще вырастить 92 куба клубники клубники у нас получается крайне мало 32 куба с теплицы то есть три этих самых три и теплицы клубники нам тоже надо растить по-любому а есть там что-нибудь что держится у нас трое суток хотя бы 55 62 56 клубника держится трое суток это хорошо да там видимо ночью придется это все возить не не ночью чуть я слушать а мы не успеем вырастить ё-моё настолько сеть через 72 часа будет урожай вот же дерьмо то я понабрал и очень зря как оказалось ладно будем будем что-то делать в любом случае надо три этих самых купить что успеем то отвезем вот они есть соответственно теперь все это дело надо отвести нам на базу и начать наверно стоит именно семян и удобрений поскольку мы их отвезем и можно будет поставить трактора сеять для этого нам понадобится наш замечательный урал вот этот вот самый и сейчас я съезжу его заправлю и встретимся уже на садовом центре здрасте а мы тут к вам приехали на урале соответственно нам нужно в первую очередь со склада вот с этого выгрузить наше удобрение вот они 4 куба удобрений то бишь два поддона и соответственно грузим их на наш урал 1 и 2 тоже вот так вот да автопогрузка рулит знаете ли а также мы сейчас подцепим точнее погрузим нашу рожь семена знаете лержи они такие прекрасные зелененькие первого сорта все классно и не очень конечно удобно припарковался на родить с другой стороны будем ходить чтобы не крутиться миллион раз да и у нас еще поддон с рисом есть который скорее всего не очень нужен мы сегодня 500 тысяч потратили так вот грустно жить ой все до европейские семена евро написано вроде как аграрные страны вот эти все постсоветские они хрена семена тоже вон буржуйский у нас с этим у нас все понятно готова поехали у нас есть еще место на пару поддонов с рассадой сейчас мы рассаду сюда тоже загрузим давайте начнем туда с клубнички как раз по у нас на 3 поддона место здесь не у нас на 4 поддона место в любом случае придется сюда еще раз ехать потом ладно короче грузимся последние огурцы у нас залетают и поехали на базу здрасте еще раз вот у нас в общем то здесь склад отцепляем ремни и у нас скорее всего пошла разгрузка этих самых поддонов надо посмотреть удобрение 95 процентов что-то разгружается а вроде и нет 8 именно вот этот разгружается семенами но они по очереди я не знаю в каком порядке в какой последовательности короче разгрузка пошла сейчас мы ждем пока это все разгрузится на склад а пока она разгружается погнали достанем из трактор наш до с нашего ангара который будет все сеять это конечно же будет наша любимая оранжевая вальтера поэтому открываем наши типа рота сеялка только не здесь стоит вот падла ладно трактор у нас полностью заправлен да помните с него топляк слили поэтому я его полностью заправил это логично только двери забыл закрыть в ангар ничего страшного дынь закрываются двери поедем сейчас искать сейлку она тоже в каком-то гараже стоит и самое главное неизвестно в каком вот это вот обидно но ничего скорее всего она стоит где-то здесь и скорее всего в четвертом ангаре или в пятом мы сейчас узнаем нет не в четвертом в пятом значит да вот она в пятом открываем двери и вон она красивая наша сейлка стоит поэтому заезжаем цепляем ее еще будем сеять посев знаете ли дело такое с этим шутки плохи шутить нельзя тут лежит еще 29 литров семян пшенички прошлый раз пшеничку собирали до закрываем ангар обратно гаражик едем выгружать пшеничку и загружать это все рожью рожью да там я надеюсь с урала уже все разгрузилось нет смотрите-ка не все разгрузилось как так-то урал ты чё ты чё не про загружал мне здесь все ладно мы сделаем вот так вот мы это все поснимаем ручками я знаете ли птица не гордая могу без проблем все вот так вот руками поснимать и все будет нормально и рис кстати рис тоже надо поставить на посев я сомневаюсь конечно что ой что дождь который идет влияет на влажность почвы типа знаете ли рис у нас же растет под водой и нас я его тут сколбасила все семена давайте высыпайтесь и ну чё началось то а все все нормально все высыпается все прекрасно едем едем загружаться выгружаться выгружать семена пшенички загружать семена так здесь удобрения пардон вот здесь нам надо выгружаться теперь надо отсюда уехать да это именно так работает теперь выбираем культуру а это у нас будет именно рожь да хорош мы еще кстати по они рожь мы сеяли раз у нас есть на складе значит мы сеяли рожь а без вариантов и загружаем загружаем полную селку вроде как этой полной селки хватит на посев нашего маленького поля она большого не хватит но ничего мы валерона наймем валерон без проблем умеет ездить пополнять семена все заполнилось поехали да поехали ставить его сеять и вот она в общем то некая дама поехала у нас сеять все да ты справишься она справится куда же она денется у нее просто нет выбора надо будет потом это поле еще удобрить но это не проблема у нас есть целые сутки до того как урожай созреет я еще думаю что скорее всего это все дело будем делать на самолетике а мы возвращаемся на базу тогда бежим к нашему уралу здесь у нас вон поддончики прикрепляем ремнями их вот этот надо и вот это да вот так вот и отвозим то что у нас здесь есть на тепличный комплекс а также на тепличный комплекс перевозим все что мы купили потому что сейчас надо будет посчитать что она в первый день туда сеять итак друзья еще раз здравствуйте да у нас тут в общем то есть куча рассады есть 7 теплиц и надо теперь выбрать что нам посеять в первый день для этого мы лезем опять таки в наши активные контракты и смотрим то что у нас меньше 48 часов требуется на посадку огурцы 222 куба и и по сути дела все да есть еще вот огурцы 46 часов давайте значится у нас первый день будет огурцы полностью все что есть и клубника а на второй день уже будем сеять баклажаны но точнее что что влезет вот так вот соответственно далее у нас вот второй вот поддончик мы относим да все ручками боже еще кучу денег мы платим за то что ой сейчас улетит поддон с рассадой стой падла о поймал пятую тепличку до за раз за то что нам садят мы еще кучу денег платим от этого никуда не денешься жизнь боль мы уже привыкли к этому ничего страшного и еще у нас есть один с огурчиками носим его прямо во вторую тепличку в третью да у нас еще две теплицы свободная туда мы засеем клубничку клубнички у нас правда три поддона а у нас есть еще огурцы когда огурцы до клубника косяк конечно давайте один поддон клубники баклажанами косяк будет в общем-то да ну баклажаны значит у нас какой-то контракт будет просран мы за него получим неустойку потому что не все мы успеем вырастить сколько у нас тут клубнику надо будет делать по-любому три поддона баклажанов мы не вырастим ну точнее вырастим потом да кстати говоря у нас сейчас кроме нашей вальтеры ездит еще ман который возит вот сюда вот грунт свежий обогащенный если мы пойдем навстречу моего встретим мы еще кстати погнали зайдем на поле здесь кстати вальтера сеет и он уже довольно таки много кстати сделал точнее там девочка я ее что-то не наблюдаю из-за дождика вон она доедет потихоньку справляется своей работой скоро закончат а кстати я же совсем забыл сказать сейчас мы немножко ускоримся и нарисовые чеки сбегаем в у нас тут 14 поле сюда поехала работать не холод он по кругу катается это тоже понятно он новый блин долго будет работать около часа занимает посев поле этого всего а их три но если у нас вальтер освободиться он поедет помогать до валь 3 просто еще 37 поле потом сеять но ничего ладно знаете что я еще хотел сделать сегодня я хотел разобраться с мясом и с этими сраными контейнерами поэтому нам потребуется урал и мы сейчас бежим к нему вот так как ману нас сейчас занят то мы поедем это все дело делать на урале открываем наши поставки поставка мясо жди станция бокс номер 6 в общем то мы цепляем наш холодильник едем выключаем генератор цепляем наш холодильник и везем это все дело в бокс номер 6 на жди станцию и получаем какие-то хоть копейки за мясо да да этот голова стик конечно смотрится отдельно очень убого впереди он man едет да man работает возит грунт чтобы в тепличках всегда все было прекрасно для вот такой вот он молодец а мы тогда едем на базу до на базе у нас стоит генератор мы его щас вырубим нахрен посмотрим заодно кстати сколько топлива там сожралась за ночь он у нас чуть меньше чем сутки отработал для этого надо подцепиться к нему вот так вот он гудит работает он молодец просто интересного копейки вообще 80 литров почти за сутки короче эта штука бесконечно может работать расход топлива совсем мизерный мы это дело отцепляем и глушим вздынь да вот так вот это работает и соответственно цепляем тогда наш рефрижератор и кстати его щас продадим на продадим мясо из него и продадим сам рефрижератор вот такой вот я хитрый потрачено кучу денег конечно было на это мясо сейчас посмотрим какой выхлоп будет едем в общем-то на же дистанцию если этот урал вообще туда доедет потому что то он не особо я смотрю пытается разгоняться видимо тяжело ему и этот автопоезд смотрится но прямо скажем так себе ладно поехали да друзья уралу конечно было тяжело с этим справиться он реально еле едет просто с этим контейнером но понятно тут 43 куба мяса и довольно таки много и мы уже почти приехали я сюда довольно долго ехал прям не знаю задолбался можно считать но мы выгружаем все это дело вот сюда из первого контейнера сколько-то у нас выльется но ничего денежки капает не так уж это все и дешево стоит мясо знаете ли 80 тысяч у нас со второго контейнера вышла там было 20 с копейками кубов по моему или 30 и еще 37 107 тысяч денег 108 даже 108 с половиной даже если быть чуть точнее да сейчас наша задача избавиться от этого рефрижератора потому что он нам не нужен мясом больше никаким образом производить не будем и вообще ни одного продукта у нас в этой карьере для которого потребуется рефрижератор у нас не будет если выйдет карта на девятнашку точнее когда выйдет если у меня она будет то там мы уже по упарываемся во всякую фигню а здесь хочется точнее не хочется знаете ли есть план и мы будем его придерживаться поэтому везем этот самый рефрижератор продавать а здрасте еще раз друзья мы в очередной раз магазине и вот они находятся три наших контейнера которые есть контейнеровозами и сейчас мы это все дело продадим на хрен потому что больше она нам не нужно отцепляем вот это вот здесь я так понимаю здесь у нас вся техника продается еще ни разу я не продавал не знаю зачем я сюда это все дело привез видимо дороже это все дело выйдет контейнер генератор 20000 получите распишитесь топливо слить я оттуда попытался но нет это так не работает сейчас мы еще цепанем большой контейнер здесь принципе стройматериалы можно было вывозить когда они нам понадобятся но что-то как-то я прикинул они нам больше не понадобятся строить я здесь больше ничего не собираюсь как-то так получилось вот выгружаем вот это вот все дело цепляем и продаем контейнеровоз кстати тоже не так дорого стоит точнее дорого да так дешево много денег за него дали не так много мы потеряли денег хотя это по моему новый контейнеровоз был на старый мы цепляли рефрижератор сейчас мы увидим это видим что этот контейнеровоз дешевле да и честно говоря без разницы особо знаете ли нету в общем то это дело мы тоже сейчас все продаем контейнеры рефрижератор первые 2 продаем и контейнеровоз да он чуть дешевле не намного но чуть чуть дешевле в общем то от всего этого мы избавились у нас есть 1200 на баланс точнее миллион двести ну примерно на данный момент у нас есть контрактики которые большинство из которых мы выполним где-то у нас баклажанами не фартанет увы именно вот в этом контракте на 382 куба он самый дешевый там самая маленькая неустойка будет его видимо мы просрём хотя по максимуму попытаемся конечно же тоже выполнить там как пойдет но друзья в следующий раз у нас уборочка уборочка ржи которая будет сейчас у нас здесь посажена давайте-ка сбегаем посмотрим как там у нас дела у нашего трактора далеко бежать кстати да он уже почти все сделал соответственно перегоню на 37 поле там все засеется за кадром плюс он рисовые чеки у нас сеется уборка рис у нас тоже будет посмотрим я не знаю у нас последнее время какие-то были с заполнением воды в общем то посмотрим как все будет плюс 37 поле в следующий раз это все дело будем убирать будет вот такая вот рожь прекрасная как вот здесь золотые колоски мать их да ну и какие-то контракты мы уже начнем выполнять следующий раз потому что созреют теплички огурцы у нас все будут соответственно огурцы все повозим рожь наверное отвезем короче есть нам чем заниматься пока что я искусственно вот это вот все дело растянул это прохождение должно было быть три серии а вот это уже 3 у нас впереди еще есть чем позаниматься да вот так вот ждем карту на девятнашку друзья не забывайте про лайки и это самое до комментарии пишите какие-нибудь комментарии мне классно читать всякие комментарии честно на этом у меня все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита делой всем всего доброго пока пока